МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Радостно вновь видеть вас на нашем телеканале. Сегодня нам предстоит снова окунуться в таинственный и увлекательный мир жизни православной Церкви. Наша встреча посвящена самому главному богослужению Церкви – Божественной Литургии. Во время Литургии совершается самое главное таинство – Таинство Пречащения или Евхаристия. Во время него мы под видом хлеба и вина причащаемся Святому Телу и Крови Господа Иисуса Христа. Литургия состоит из трех частей. Последние наши встречи были посвящены первой части литургии – Проскомидии. Во время Проскомидии священник особым образом подготавливает хлеб и вено к тому, чтобы они в конце литургии стали телом и кровью Христовыми. Когда заканчивается Проскомидия, наступает время следующей части Божественной Литургии – Литургии оглашенных. О ней мы сегодня и поговорим. Вторую часть Божественной Литургии – Литургию оглашенных. В отличие от Проскомидии, люди, находящиеся в храме, могут наблюдать. И не просто наблюдать, а молитвенно в ней участвовать. Что же это за странное такое название – Литургия оглашенных? Кто это такие оглашенные, и почему в их честь названа эта часть литургии? Друзья, оглашенными называются те люди, которые только готовятся принять крещение. А называются они так потому, что их оглашают, то есть учат основам христианской веры. Так было в Древней Церкви. Те, кто готовился к крещению, могли присутствовать в храме не всю литургию, но только одну ее часть. Опережая события, скажу вам, что литургия оглашенных заканчивается такими словами дьякона – «оглашенные из идите», то есть «выйдите». При этих словах все оглашенные раньше покидали храм. Итак, литургия оглашенных – это вторая часть божественной литургии, на которой имели право присутствовать оглашенные, то есть те, кто готовился к таинству крещения. Начинается литургия оглашенных, а вместе с ней вся литургия в целом – с того, что священник и дьякон встают перед престолом и тихо произносят молитву к Богу. Сначала священник произносит молитву Святому Духу, прося, чтобы тот снизошел на него и сделал его достойным служение литургии. Многим из вас эта молитва хорошо знакома, и звучит она так. «Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сый и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очисти на от всякие скверны, и спаси блаже души наши». Итак, в молитве Святому Духу священник просит сделать его и всех людей в храме достойными литургии. После молитвы Святому Духу священник дважды произносит слова песни, которой ангелы приветствовали Рождество Иисуса Христа. «Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеческих благоволение». Этим он выражает радость от того, что Бог всегда с нами и дарует нам свою благодать. После этого священник произносит краткую, но очень яркую молитву. «Господи, уснемая отверзише, и уста моя возвестят хвалу Твою». Итак, перед служением литургии священник молится Святому Духу, а также произносит две краткие молитвы. Ну вот, начальные молитвы произнесены. И теперь дьякон обращается к священнику с такими словами. «Время сотворите Господеве, владыка благослови». То есть наступило время служить Богу, благослови, владыка. Этим дьякон, помощник священника, при совершении службы просит благословить его на служении литургии. Священник благословляет дьякона и отвечает ему, «Да поменятья Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и пресно, и во веки веков». Итак, перед служением литургии дьякон просит священника благословить его на помощь в совершении богослужения. Дьякон, получив благословение от священника, выходит из алтаря на амвон и, встав перед царскими вратами, громко произносит, «Благослови, владыка». Эти слова адресованы священнику. В них содержится просьба благословить начало литургии. Благослови, владыку. Священник в ответ громко возглашает, «Благословенно царство, отца и сына и святаго духа, ныне и пресно, и во веки веков». Благословенно царство! Говоря эти слова, священник берет Евангелие и знаменует над престолом крест. И во веки веков! Что значит эти слова и это действие? Слова «Благословенно царство, отца и сына и святаго духа» означают, что божественная литургия – это живое явление Царствия Божия в нашем мире. А знамение Евангелия и креста над престолом говорит нам, что через смерть Спасителя на кресте Царство Небесное стало открытым для всех людей. Итак, литургия начинается с возгласа «Благословенно царство, отца и сына и святаго духа, ныне и пресно и во веки веков». Это означает, что литургия – это явление Царствия Божия на земле. Ну вот, друзья, на этом мы и остановимся. Много нового мы сегодня узнали. Давайте повторим, что именно. Мы узнали, что вторая часть божественной литургии называется «Литургией оглашенных». Оглашенные – это те, кто готовится к принятию Таинства Крещения. В древности оглашенные могли присутствовать только на той части литургии, которая получила название «Литургия оглашенных». Перед началом литургии священник и диакон произносят краткие молитвы к Богу о достойном служении. А возглас священника «Благословенно царство, отца и сына и святаго духа, ныне и пресно и во веки веков» означает, что божественная литургия – это явление Царствия Божия в нашем мире. И сегодня на этом все. Как всегда, если у вас есть вопросы, присылайте их к нам на сайт. Его адрес www.radostemoya.ru До скорой встречи, друзья, и храни вас Бог! Редактор субтитров А.Семкин